Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас дебаты под шахматные часы. Юрий Кот и Александр Семченко сойдутся в этом споре, как мы и анонсировали, спор Ленин, Сталин и Украина. По алфавиту начинаем, и свою позицию сначала формулирует Юрий Кот. Спасибо огромное. Рад видеть Александра. Я вас, Денис. Ну, знаете, вообще, конечно, если вырабатывать какую-то позицию по, прежде всего, этим персонажам, о которых мы говорим, я как русский человек, православный человек, руководствуюсь простыми истинами. Есть анафема, а есть прославление. И поскольку наша православная церковь, в то время, конечно, это была зарубежная русская православная церковь, анафемствовала этих ребят, и Сталина, и Ленина, то я как православный человек не могу себе позволить не согласиться с мнением церкви, тем более, что масса фактов говорит о том, что по отношению, прежде всего, к нашей вере и к русскому народу, вернее, к вере русского народа как одному из важнейших столпов нашей идентичности, они сделали очень много нехорошего. Но, с другой стороны, наверное, знаете, как православный человек, я понимаю, что раз Господь такие вещи попустил, значит, это было за что-то. Для меня лично, например, понятно, за что. За то, что мы совершили клятву преступления в 1917 году. Русский народ поклялся на верность русскому царю и, соответственно, предал. Отрекся от Бога в том числе. Ну, а в результате потом еще и руками большевиков раскромсал наше великое русское отечество, создав, искусственно создав республики. Ну, в этом смысле, конечно, украинский фактор является, на мой взгляд, одним из важнейших. Почему? Потому что именно Украина, появившаяся на обломках, на развалинах, разрушенных разными совершенно вещами бывшего малороссийского края, Российской империи, является замечательным примером того, как спустя, уже сегодня можно говорить, сто лет после этого события, чуть больше, из южной части русского народа, заболев болезнью украинства. Это абсолютная болезнь ментальная. Эти люди настолько и ею прониклись, что вот сегодня мы воюем с родными братьями по крови, но не по духу. И здесь нет, конечно, не большевики придумали украинство, поляки, дополнили австро-венгры, но колыбелью украинства, к сожалению, стали большевики, которые в то время как раз и закладывали все основы. По документам, конечно, можем проговорить по поводу 19-го года, по поводу, когда, собственно, считается, стартовала насильственная украинизация малороссов. Очень важный момент, о котором я хотел бы задуматься, потому что я, например, изучив историю вопроса достаточно фундаментально, на мой взгляд, могу сказать, что действительно я ощущаю себя малороссом как частью русского мира. И все делаю для того, чтобы это малороссийство возродилось в нашей цивилизации. Вот это токсичное время, русофобское токсичное время по отношению к нам с одной единственной целью, чтобы возродить наше величие на уровне, чтобы вернуть русские земли домой, прежде всего, чтобы воссоединить разделенный разными государствами тоже русский народ. Это, наверное, ключевое. Мне бы хотелось, чтобы мы, может быть, сегодня на эту тему проговорили с Сашей. Почему? Потому что его критический взгляд мне действительно интересен. Я, может быть, с чем-то могу не согласиться, но для меня крайне важен конструктив. Просто вот как раз я рассказывал до эфира, приехал как раз с Донбасса, встречался с ребятами, украинцами, которые перешли на нашу сторону и сегодня воюют с этими ребятами. И вот результат их встречи, могу сказать так, я не вдаваясь в подробности, потому что времени, как всегда, мало, они зажглись, глазки у них загорелись, когда они в результате нашей встречи достаточно серьезного фундаментального разговора, когда была отметена вся эта шелуха, у них глаза зажглись, знаешь, взглядом малороса. Тут, понимаешь, это в том числе же и инструмент, если хотите, или оружие, идеологическое оружие в борьбе за нашу идентичность с предавшими нас украинцами. Потому что украинство изначально это предательство. В свое время, когда поляки это продумывали, они заставляли малоросов отрекаться от своего русского корня, называть себя украинцами, отрекаться от веры православной и переходить в унианство. Ну вот сегодня, мне кажется, можно было бы это использовать. Все, пока. Да, но здесь для чистоты эксперимента. Юрий, можно вопрос сразу задать? Малороссийство, которое необходимо возродить, ты в себе возрождаешь, плюс зажигает глаза. Это что такое? Как это определить? Ну, конечно, малороссийство тогда появилось в церковном смысле в 1303 году, если не ошибаюсь. Патриарх византийский вообще родил эту идеологему. Там по аналогии Малая Греция, Великая Греция. Соответственно, когда появилась малороссийская митрополия. Но потом-то она ушла, просуществовала в 100 лет ориентировочно. И вот я говорю сейчас о малороссийстве как символе борьбы русского народа с западной экспансией, которая, кстати, само по себе произвольно возродилась в конце 16-го, начале 17-го века, во время освободительной борьбы русских людей в составе Речи Посполитой. Они сами начали называть себя малороссами. И именно вот это событие для меня крайне важно, чтобы люди... Они тогда были практически в плену у поляков, да, там, ну, литовцы-поляки. И они сами это подняли на знамена, тот же Богдан Хмельницкий и так далее. И вот именно это составляющее малороссийства для меня крайне интересна. Как идеологема, не как территориальная принадлежность. В ходе обыска обнаружили списки ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Копторя «Политика преисподней». Все равно не очень понял. То есть малороссийство – это что? Все-таки как идеологема. Хорошо, кто-то или малороссийство, как идеологема. Если географию, я бы еще понял. Там, условно, жители Полтавской, Киевской области, Черкасской. А вот как идеологема я не очень понимаю, поэтому, ну, хотел бы пояснение услышать. Идеологема – это, ну, малороссийство – это, скажем так, основа, корневая часть русской цивилизации, которая, в моем понимании, коли что интересуешься, призвана бороться на территории нынешней Украины за то, чтобы эти земли стали русскими, а этот народ вновь вернулся как южная часть русского народа. Да, я так, честно говоря, и не понял, потому что, ну, то, что украинцы, да, вот жители территории, которые сейчас занимает Украина, и занимала Украина, в 91-м году там немножко другие были границы, украинская СССР, то, в принципе, они и есть русские. И здесь я даже не нахожу контраргументов против того, что было высказано Владимиром Путином в 91-м году, и без всякого малороссийства. Один корень, один язык, ну, одна вера не везде, она присутствует. Но даже когда не было одной веры, я вот вспоминаю 1848 год, «Руська Рада» во Львове издает газету «Заря», и они четко пишут вот там, в этой газете о том, что мы одно и то же. Это не то, что наши единоверцы, единокровцы, это просто мы, вот независимо от того, где они там живут на той территории, западные границы, австрийские тогда еще границы с Россией. И они воспринимали как самих себя и жителей Киева, и жителей Харькова, и Курска, и, в общем-то, вплоть до самого Тихого океана. Поэтому, наверное, может быть, это какой-то параллельный путь, но я этого параллельного пути не понимаю. Я тогда пробегусь по тем тезисам, которые были озвучены моим визави. Русский народ предал царя, ну и большевики создали республики, да и вообще большевики создали что-то плохое. Я, честно говоря, опять-таки начинаю путаться в исторических событиях, потому что если говорить о сепаратизме, который вдруг вспыхнул в Российской империи, уже не Российской, вернее, империи, после отречения императора, то он-то, в общем-то, до большевиков проявился. Если говорить про Киев, это вот буквально через несколько дней после манифеста об отречении 17 марта уже собрались люди, Центральная Рада, избрали Грушевского главой Центральной Рады, один из идеологов как раз сепаратизма, причем очень такой мотивированный, накачанный идеолог украинского сепаратизма, поощряемый в том числе и в России. Я напомню, что когда его арестовали в 2014 году, причем арестовали не где-нибудь, а там вот в Галиции, то есть на вражеской земле, при том, что он был-то русским подданным, российским подданным, и даже недвижимость имел на территории России, в частности, в Киеве у него был неплохой такой доходный домик, всего на семь этажей. Это вот предательство Родины приносит определенные результаты, дивиденды. Эти дивиденды он тогда предпочитал инвестировать на территории Российской империи. Так его сослали, какой ужас, в Москву. Вот это как боролись с этим. Да, так это было все до большевиков. Вот, кроме того, аналогичные процессы проистекали и в Прибалтике, и в Финляндии, и в Закавказье. Вот недавно мне попалась биография прадеда Ильхама Алиева. Оказывается, прадед Ильхама Алиев боролся против армян. Ну, правда, он был большевиком, как бы, но там так выкручивается, что большевиком он был просто для галочки, а на самом деле он боролся против армян. То есть это давняя история. Но сепартизм присутствовал. И армянский, там вот он боролся, в частности, против дашнаков, и персидский, азербайджанский, грузинский сепартизм. И как тут быть? То есть это же без украинцев. А большевики уже склеивали то, что им досталось, то, что разрушалось до них, и, в общем-то, склеили, наверное, наилучшим образом, который был им доступен. И если мы посмотрим на историю страны, которую создали большевики, то это, в общем-то, история созидания, причём созидания, в котором принимал участие абсолютно каждый народ, который в этой стране жил. Дальше, наверное, тезис это будет развивать уже в последующих своих включениях, но небольшое включение сделаю по поводу того, кто кого предал. Я просто напомню, что Николай в момент подписания манифеста занимал должность верховного главнокомандующего. Значит, военное время шло, война. Верховный главнокомандующий вдруг по собственному почину, под наживом, причём не народа, а конкретных представителей аристократии и представителей финансово-промышленного капитала. Фамилии можем вспомнить Родзянко, можем вспомнить Гучкова, можем вспомнить генерала Алексеева, генерала Русского. Никакого отношения к народу эти люди не имели, ну, разве что только этническое происхождение, это у него всех русское было происхождение. И под их режимом он подписал манифест. Это в нормальное время военное называется дезертирство. Как поступать с дезертиром в военное время? Ну, можно посмотреть уголовное уложение Российской империи, и мы там всё поймём. Я могу сказать, да, буквально несколько слов. Ну, коли уж так получилось, я же говорю, то есть, поскольку человек русский, говорю, что то, что церковь называет святым, значит, надо говорить об этом как о святости. То, что предаёт анафеме, об этом говорит как о анафемствующем событии. Не стоит Николая таким образом, на мой взгляд, чернять. Почему? Потому что начнём с того, что, да, ну, насколько я помню, ты же всё-таки юрист, в том числе, там много у тебя всяких образований. Вот. А любой юрист скажет, что решения, принятые под давлением, ничтожны. Даже сегодня существует такая статья. Это первое. Второе. Когда тебе берут заложники, берут заложники твою семью, да, то говорить о том, что ты что-то совершил не то, очень странно. И осуждать, мне кажется, не стоит. Я бы даже сказал, больше. Не совсем порядочно. А если говорить о отречении, ну, это отречение, написанное карандашом на каком-то странном бланке, который, если пользоваться буквой закона, не имеет никакого отношения к тому, в принципе, как таковая процедура отречения не была прописана в тот момент. Он мог только передать правление своему сыну. Поэтому все это, конечно, филькино-грамотно. Да и сам тот факт, что это отречение, которым козыряли тогда, в том числе большевики, появился только спустя несколько лет, было опубликовано. И, кстати, очень интересно было. Это написано и карандашом, повторюсь. Ну, ладно. Это, как говорится, дела давно в минувших дней. Но хотел бы сказать немножко по поводу сепаратизма. Дело не в том, что на основе какого-то сепаратизма создавали большевики республики. Дело в том, что они, в принципе, по национальному признаку на территории России, российского государства, нарезали по национальному. Это очень важно, потому что это и является основой раскола. И заложили фактически зародыши тех лимитрофов государств, которые сегодня появились, которые сегодня где-то кто-то поддерживает, кто-то нет, а с кем-то нам приходится в том числе и воевать. Кстати, интересный факт по поводу Грушевского, коль уж вспомнил. Наверняка ты должен знать об этом, что в 1903 году Грушевский и Ленин вместе читали лекции в Парижской высшей школе, которую создал Запад как раз для того, что из русофобов, беглых русофобов из России. Ленин читал по земельному вопросу там лекцию, а Грушевский по национальному, и даже есть общие фотографии. И, кстати, судьба Грушевского очень интересная, потому что он же вроде неплохо кончил, насколько мне известно. Да, доходный дом он действительно купил в Киеве, а до этого купил во Львове замечательное именинце. А до этого, кстати, в Российской империи был абсолютно безымянным и бессмысленным профессором, который никак не мог даже в Киеве устроиться. Я уже не говорю про Москву, по профессии. Во Львов уехал, и там на деньги Австро-Венгра начал шуровать свои вот эти вот рассказы про украинство, про странные, компилируя их из студенческих работ, и фактически издавал сумасшедшее количество томов в год, где он был сразу и Швец, и Жнецын, и Дудей, и Грец, и за эти деньги, собственно, все это и приобретал. И, кстати, его навыки вот эти вот по созданию украинства, оказывается, очень сильно пригодились Украинско-советско-социалистической республике. И, в принципе, очень многие те же петлюровцы потом, там, сторонники, пригодились, потому что они потом устраивались очень неплохо в системе номенклатурной, прежде всего для того, чтобы продвигать украинские нарративы. Но отрицать политику насильственной коренизации русского народа, вернее, малорусов, крайне странно, потому что она была. Помнишь, «Мина Мазайла» это замечательное произведение у Кулеша, в котором он описывает события насильственной коренизации русского населения в Харькове, где там была такая тетя Мотя, она приехала из Ростова к родственникам, она говорила очень классную фразу, я вообще удивляюсь, как она осталась в литературе. «Приличнее быть изнасилованной, чем украинизированной». Более того, очень интересный факт. Обратите внимание, в 1926 году, когда проходила всероссийская перепись населения, жителей УССР и, в принципе, людей, живущих на всей остальной территории, было запрещено записывать себя малоросами. Или украинцами, или русскими. И вдруг из ниоткуда, вдруг из ниоткуда появляется более 31 миллиона, если не ошибаюсь, 31 миллион, там почти 200 тысяч людей, которые назвали себя украинцами. А по всероссийской переписи по-моему, 1897 или 1896 года, могу ошибаться, в годе, неважно, украинцев как таковых, что-то было на уровне статистической погрешности. Там была группа великороссы, малороссы, понятно, белороссы, поляки, евреи. Украинцев практически там не было. Даже была шутка, когда открывался памятник Котляревскому, по-моему, в Харькове, если не ошибаюсь, и все титульные украинцы. 1906 или 1907 год поехали на это открытие, они в поезде, да, и шутили тогда, говорили, что если сейчас этот поезд пойдет под откос, на этом все, украинство закончится. Украинство – это прозападные идеологи, мы, это идеологическое оружие Запада против русских людей. И советский период, к сожалению, занимался именно тем, чтобы переформатировать русских людей, сознание русских людей в территории, в границах ОССР, кстати, и БССР. Да, вне русских. Ну, благо, белорусы сохранили хотя бы русский корень, и поэтому с ними немножко полегче. А украинцы не сохранили его вообще. Они перестали быть русскими по определению. И даже сегодня некоторые горячие головы начинают рассказывать, что два разных народа. Путин, когда говорит о том, что мы один народ, он абсолютно прав. Согласен с тобой, 21 февраля, это было 22 года. Но фактически с точки зрения истории, когда, кстати, он говорил про Украину имени Ленина, с точки зрения истории мы один народ, именно малоросы, великоросы и белоросы. А украинство в этом смысле это идеологи, мы предатели. Не, ну, по поводу двух народов это как бы тема не новая. Два разных народа, это еще ну, где-то 50-е годы, наверное, 19 века, где-то так датируются эти вот как раз вот это вот направление, это направление, которое продвигалось в том же Львове, но, правда, не людьми, которые назывались русскими, там, украинцев, украинцев, кстати, тогда и не было, они появились только лет через 30 уже после. Вот. Два разных народа, да, нужно было, то есть была одна позиция, которую поддерживало большинство населения Западной Украины, что мы русские. А вторая позиция, была, что, ну, которую пытались насаждать, что вообще, в принципе, два разных народа, не просто украинцы, ну, а совершенно другой народ, который абсолютно не связан с русскими. Кстати говоря, ну, знаете, это все было обусловлено, на самом деле, объективными обстоятельствами, но объективными по отношению к Украине, в том смысле, что Украина и жители Украины на нее особо не влияли. Просто в 1648 году там революция случилась в Австрии. Помочь австрийскому императору в решении, скажем так, проблем с революционерами, в основном это были Венгрии и поляки, как два максимума, наибольших этноса, и, в общем, две наиболее таких заслуженных в политическом смысле нации, имевшие свое государство очень долгое время, Венгрия, Венгерское королевство и Польское королевство. Так вот, помогали русские. Стотысячный корпус генерала Пастлевича, вернее, фельдмаршала Пастлевича. Кстати, с Полтавовской области, да, по-моему, происходит. Фельдмаршала Пастлевича. И вот эти вот забитые русины, русские, рутены, они там по-разному, но русские, по сути. Они увидели, что так мы ж ничмо. Мы, ого, это вот наши ребята, ребята, они и венграм, наваляли, и полякам наваляли. И, в принципе, в 1948 году это было нормально для австрийцев, потому что это же союзники. Буквально проходит совсем немножко времени, и Крымская война. И мы помним поведение Австрии в Крымскую войну. И мы помним, что Россия вынуждена была держать более чем стоттысячный корпус на границе с Австрией, парируя, возможно, удар Австрии по Бессараме. То есть это вот то, что как бы объективно. И Россия стала врагом. Ну, стала врагом она чуть раньше, это уже было проявление враждебности. И, соответственно, вот эта вот группа населения, достаточно большая группа населения, 2 миллиона человек по минимуму там было, вот с ними нужно было что-то делать. Поручили это полякам. Там, в принципе, поляк был генерал-губернатором этого всего безобразия. Ну, кстати, очень влиятельный дядька, потом был министром внутренних дел, сын у него был министром иностранных дел, имперским. Ну, и вот как бы создавали украинцев как противоположность русским. Правда, это был не очень успешный проект. Этот проект разворачивался довольно долго. Грушевский был частью этого проекта, в принципе. После Грушевского появились там более горячие головы типа того же Михновского. Ну, тоже очень странный человек. С одной стороны, он провозглашает вот такие слова, за которые сейчас, вот если бы он провозгласил это сейчас в России, допустим, он бы сел. Если бы он слово Украина поменял бы на слово Россия и провозгласил это в Украине, он бы сел. Если бы он произнес это, допустим, заменил слово украинца на слово француза и произнес это в Германии, он бы тоже сел. Он бы везде сел, кроме Российской империи, которая, с одной стороны, проявляла невероятную жесткость по отношению к быду к 80% населения Российской империи, независимо от этнического происхождения. А с другой стороны, вот если ты чуть-чуть, там у тебя какое-нибудь происхождение более-менее шляхетское, Мехновский претендовал на то, что у него шляхетское, в общем, тебе, ну Мехновский даже как бы его особо и не судили. Его соратников, которые залазили в социальные, в тему социальных изменений, некоторых даже казнили. А этого нормально. Я подозреваю, что это было выгодно в том числе и властям Российской империи, потому что, с одной стороны, были социальные противоречия, противоречия по линии эксплуатирующие и эксплуатируемые. И это серьезное было противоречие, оно носило объективный характер, как бы, и в конечном итоге это привело к трем революциям на территории России. А с другой стороны, вот противоречия по национальному признаку. Давайте разжигать национальную вражду, давайте поощрять, в том числе, поэтому, может быть, не гасились вот эти вот австрийские потуги создать у себя некий проект противостоящий России. Это же не единственный на самом деле проект, связанный с сепаратизмом на территории России. То есть, и не самый мощный на тот момент проект, и не самый перспективный, как его, по крайней мере, если бы его рассматривали как перспективный, англичане включились бы. Ну, просто у австрийцев не было других вариантов, у англичан были. Поэтому они жгли костры на Кавказе. Ну, и если мы вспомним «Кавказские войны», то это вот как бы в первую очередь англичане. Да, и там такие фамилии английские белькают, которые потом вдруг оказывались в составе Кабинета Министров. То есть, это серьёзные люди занимались этим вопросом. Были другие моменты. Но, вот упомянул мой визави, что большевики начали вот это пропагандировать. Нет, конечно. Ну, это началось с того года большевиков. Но я хочу сказать так. Если бы большевики нарезали Россию по национальному признаку, ну, наверное, надо было бы нарезать ещё и РСФСР по национальному признаку. Но они почему-то этого не делали. Потому, наверное, что проблема национальная там не настолько обострилась. Более того, большевики, получив в наследство Дальневосточную Народную Республику, Дальневосточную Республику, они, в общем-то, влили её в состав РСФСР, не создавая никакой национальной РСФСР союзной республики. Хотя, в общем-то, это тот же 22-й год, и мог бы быть у Советского Союза не могло бы быть не четыре, а пять учредителей. Но противоречий там не было. Таких, чтобы вот их нужно было гасить таким образом. Почему столкнулись с необходимостью создания союзных республик? Собственно, Белоруссия, Украина и Закавказье. Закавказье, Закавказская Федерация, включавшая в себя три республики. Грузия, Армения и Азербайджан. Потому что к тому времени эту тему уже очень сильно-сильно раскачали. И потому что на этой теме играли разные люди. Мы уже упоминали Грушевского. После Грушевского были... Ну, у Гетьмана там совершенно другая история, хотя тоже пытались играть в какие-то национальности, но особо как бы с этим не срасталось. Это было у Вениченко, это было у Петлюры. решая вопрос создания, то есть создавая национальную республику, они решали вопрос борьбы с этими людьми. Выбивали просто из их рук оружие. Единственное, что они могли предложить населению этой страны, вот этой части страны, это давайте мы вам сейчас вот украинские песни закатим, еще что-нибудь такое вот, а все, это тоже есть. А больше они ничем не могли противостоять большевикам, ничего больше предложить не могли. Не могли, ну что они могли предложить? А давайте-ка вернем помещика, который будет драть с тебя три шкуры, а давай-ка вернем управляющего на завод, который будет драть с тебя три шкуры. Это что ли будет? Это самое? Вот единственный аргумент, который был, они этим таким образом выбили. Относительно тех, кто проводил коренизацию, причем коренизация это была общая политика не только на территории УССР, в Крыму, например, была коренизация, в том числе крымско-татарская, странная, конечно, штука, и как бы с не очень хорошими последствиями, но если брать Украинскую СССР, кто проводил коренизацию, кем они потом оказались по факту? Причем их вскрывали как врагов, врагов, имеющих взаимосвязь с теми, кто находился за рубежом, с Варшавой, с Лондоном, кто их вскрывал? А их вскрывали советские же спецслужбы, главное политическое управление, ну потом как бы главное управление госбезопасности, НКВД СССР. То есть были уголовные дела, по результатам уголовных дел были процессы, в том числе открытые процессы. На этих открытых процессах участники вот этих вот событий, они были осуждены в том числе из-за так называемой перегибы в политике коренизации. Потому что с одной стороны, ну как он говорит, допустим, те же там, кто не дошел до суда, Хвылевый, Шумский, Скрытник. Как у них это было? Ну то есть мы типа возрождаем национальную самобытность с одной стороны, а с другой стороны получается вы разжигаете вражду и ненависть. И вроде как под знаменем коренизации давайте свободное развитие каждому народу. Ну никто же не против того, чтобы развивать каждый народ. Мы начинаем перегибать и давить, ну а в конечном итоге в общем-то где-то к 33-34 году всю эту сволочь повычистили. А тех, кого не вычистили в 34-33 году, тех вычистили в 38-39, там 37-м году. Так что большевики допускали ошибки, конечно, в своей деятельности. Но как они могли не допускать эти ошибки, если они шли по тому пути, по которому до них никто не ходил? Но они их исправляли. Понимаешь, Саш, спасибо за вот эту фразу правильную, на мой взгляд, и ключевую в нашем с тобой общении насчет того, что действительно ошибки были. И это правда абсолютно. Ни Российская империя не была идеальным государством, ни советский период. И сегодня мы вырабатываем новую модель, об этом говорил в том числе Владимир Владимирович Путин, лично общаясь с моим близким человеком, что Россия сейчас стоит в преддверии вырабатывания новой модели, которая должна учитывать наш большой вековой, но в принципе больше 150-летний опыт. Знаешь, вот говоря об ошибках, на мой взгляд, прежде всего ошибка, если мы с тобой в своей риторике будем использовать как отдельный нарратив украинский народ. Никакой это не отдельный народ, вообще такого народа по факту, если брать, не существует. Есть малороссийский этнос русского народа, есть белорусский этнос русского народа, великороссы, в том числе. Мы все три едины, один народ. Это крайне важно. Знаешь, почему? Вот смотри, если рассматривать украинцев как отдельный народ, что не соответствует исторической правде, и самое главное, крайне невыгодно нам сегодня в той борьбе, которой мы все занимаемся. И ты со своей стороны, и я, и здесь наши усилия должны объединяться во многом. Если это братский народ, то есть другой, то тогда мы там воюем с другим народом, а если это один народ, то там мы тогда освобождаем часть своего родного народа. Это важнейший нарратив, который нам надо использовать, потому что именно он может нам помогать в этой борьбе. И это ключевое. Дальше, когда мы с тобой рассматриваем, я вижу такой резкий негативный оттенок по отношению Российской империи, не буду тебя сейчас переубеждать, не для этого мы здесь собрались, просто порекомендую, если интересно, по архивам, ты человек такой ведливый, почитай Борисюка, он там просто дает, знаешь, он не дает там аналитику какую-то в своих книгах, он дает просто цифры и факты, архивные факты, с которыми он лично работал, я знаю этого человека, действительно глубокий человек. Так вот, не стоит рассматривать русский народ времен Российской империи как некое оторванное отдельно аристократы, отдельно служилые люди, отдельно крестьяне, отдельно купцы, нет, это все один народ, у каждого из них есть своя функция. Вот мы сейчас с детьми как раз в античной литературе изучаем, я им рассказываю в институте по поводу Платона государства, ну вот вам, пожалуйста, там ремесленники, у них своя функция, у воинов своя функция, у мыслителей, там философов и правителей своя функция, они друг без друга фактически существовать не могут, потому что каждый выполняет свою функцию. Вот и в Российской империи точно так же каждый выполнял свою функцию. Это, ну, есть же объективные вещи, там, такие, как, например, самые высокооплачиваемые рабочие в Европе, где были, там, накануне 17-го года, в России, 75% пахотных земель, огромные России, принадлежали кому? Крестьянству, ну и так далее. То есть, правда, если это интересно, можно потом это обсудить, но вопрос сейчас даже не в этом у меня. Просто очень важно, вот то, о чем ты говоришь, почему? Знаешь, нередко сталкиваюсь с оппонентами, которые отстаивают левую идею, и вот они все время стремятся рассказывать, что все было идеально, и давайте вернемся в это идеальное. Ну, Путин же классно сказал, и правильно. Тот, кто не сожалеет о развале Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его вернуть, у того нет мозгов. Абсолютно верная фраза. Об этом есть смысл задуматься, потому что было очень много ошибок, прежде всего. Да, мы действительно, это восхищение, меня Юра назвали в честь Гагарина, потому что мой папа, да, был первым советским актером, который репетировал роль Гагарина на подмостках театра, и был лично знаком с Королевым, как нашим земляком из Житомира и так далее. Да, мы полетели в космос, да, мы изобрели ядерную бомбу, действительно, это произошло в советский период. Но, опять же, все эти вещи, они же не произошли с другой планеты, они же были наработаны до этого, той самой аристократии, да, Целковские, это были первые там подготовки к тому, чтобы потом Королев запустил Гагарина в космос. И первые разработки, в том числе, каких-то вопросов, касающихся физики, ядерных направлений, тоже разрабатывалась в Российской империи. Это лампочка Ильича, о которой нам тычут все время в нос, но это же тоже, как бы, смешно. Ну, не большевики же ее придумали и создали. Да, прежде всего, электрификация началась и активно началась еще в Российской империи. То есть, надо пытаться эту связь времен все-таки держать и по-честному о каких-то вещах говорить. Поэтому я утверждаю, что, конечно, создание такого народа, как они говорят, хотя это, конечно, переформатирование сознания просто малороссийского этноса в украинцах, это ошибка. Это важнейшая ошибка, если не сказать, ключевая ошибка советского периода. Потому что именно сейчас, именно из-за этой ошибки, когда в течение трех поколений переформатировали сознание людей из русских, причем корневой части малороссов, не просто в нерусских, а фактически в антирусских, думаю, ты подтвердишь мои фразы, что уже там на излете советского периода в УССР с радостью маршрут. 89-й год, Киев. Как его, Черновол со своими ребятами бегал с флагами своими желто-блакитными. 89-й год, Киев. Ну, это же было. Действительно было, да? Я помню, не суть важна. Ну, это еще вроде как союз есть, но его уже нет. И вот основы всего этого закладывали же тогда, к сожалению, 20-е, 30-е годы. Потом это уже начинало прорастать. К огромному сожалению. Причем закладывалось идеологически специально для того, чтобы эти люди перестали себя ощущать одной частью одного народа. Я просто не совсем понял, как ты говорил. Ты говорил, что это Россия разжигала национальную вражду внутри России, чтобы использовать как технологию или нет? Да, российские элиты в том числе. Ну, это же как бы технология, в общем-то, известная, разжигая конфликты между различными социальными группами, чтобы они не объединились для того, чтобы выйти на конфликт с тобой. На Украине? В том числе. Ну, не знаю. Я не могу здесь с тобой согласиться при всем уважении. Почему? Потому что именно тот самый Эмский указ, Валуевский циркуляр, который как раз с украинством-то и боролся и запрещал всю эту украинскую пропаганду, когда Гоголя, переписывали Гоголя наши небратья, скажем так, русофобы. Это все абсолютная правда, к сожалению огромному. И это была попытка остановить украинство в том числе. Ну, кто как понимал, тот так и останавливал. К сожалению, не смогли. Не знаю, можно ли это назвать на разжигании. Может быть, как раз прежде всего Россия, которая пыталась выстраивать как раз такое русское цивилизационное государство, в котором, безусловно, у каждого народа есть свое место. Но что касается белорусов, малорусов, великорусов, Россия, наоборот, старалась всегда продвигать один нарратив, что это единая страна, в принципе, единая страна, один народ. Вот что касается украинцев, белорусов, вернее, малорусов, белорусов, украинцев, я не соглашусь ни в жизни, что Россия занималась здесь разжиганием, а наоборот. Именно этим разжиганием занимался Запад. К огромному сожалению, именно эту функцию Запада с разжиганием и расколом использовали потом большевики. Прямо или косвенно, не знаю, но, по-моему, так. Все. Я сразу поправлюсь, не Россия. Все-таки какие-нибудь заводчики типа Терещенко, например, торговавшего во время военной хлебом с немцами, ну, такая вот контрабанда урана, только в том прочтении, так он никакой не Россия. И Керенский не Россия, да и в принципе элиты более ранние, типа того же Победоносцева, это тоже не Россия. Разжигали вот как раз имущие слои, которые, ну, не то чтобы разжигали, они видели это разжигание. Ведь речь Михновского, она же была произнесена сначала в Полтаве, потом в Харькове, в которой он рассказывал о том, что нам нужна независимая Украина от Карпат и до Кавказа. То есть рисовал даже шире, чем у Чубинского в стихах это все было. И как органы государственной власти, репрессивные органы там, третье отделение, как они отреагировали на это? Никак, абсолютно никак. Нет, соратники некоторые, того же Михновского, они в том числе были казнены чуть более позднее время, но не за пропаганду какого-то украинского национализма, а за пропаганду марксизма, за пропаганду борьбы между имущими и неимущими, за то, чтобы тот добавоприбывающий продукт, который производит рабочий, оставался рабочим. Да, рабочие, конечно, были, самая большая зарплата у квалифицированных рабочих, коих было немного, и вследствие их дефицита. Но много ли было квалифицированных рабочих, востребовано было такое количество рабочих, была ли система подготовки таких рабочих, это, конечно, большой-большой, очень большой вопрос. Был выбор у большевиков, вот возвращаемся к большевикам, был ли выбор у большевиков каким-то другим способом склеить Российскую империю, которую, по сути, раздеребанили господа, я уж не знаю, как их назвать, демократы, либералы, монархисты, кто там был. Ну вот читал, недавно перечитывал статью Сталина, посвященную годовщине Октябрьской революции. Удивительные вещи Иосиф Виссарионович пишет, до которых я почему-то раньше не обращал внимания, уж не знаю, почему не обращал внимания. А он пишет о том, что накануне Октябрьского восстания Керенский собирался Петербург, Петроград, точнее, сдать немцам. Удивительные вещи, с одной стороны, а с другой стороны, ведь такое было, в истории было. Ну, когда французские элиты, финансово-промышленные в первую очередь, ну, и аристократы, так примкнувшие к ним, но в основном, финансово-промышленные элиты, сдали город Париж немцам, ну, пруссакам в рамках войны. Потому что в Париже засели эти все краснопузы, кстати, под тем же красным флагом, парижская коммуна 72 дня, и задавить ее смогли только при помощи иностранной интервенции. Так вот, то же самое, по сути, как бы предотвратили большевики своим восстанием, хотя перед этим Керенский успел сдать немцам Ригу. Тоже, в общем-то, город, который отчаянно защищали, в первую очередь, в первую очередь, как раз, те подразделения, которые были большевизированы. В первую очередь, латышские стрелки защищали Ригу от немцев. Вот, поэтому выбора у них не было, и они слились все равно, как смогли. И раз уж заговорили о христианской религии, основа-то христианской религии – это Нагорная проповедь. В Нагорной проповеди провозглашен очень простой, очень простой принцип. Ну, там много принципов, несколько принципов, но для нас это имеет значение сейчас, мне кажется. Судите о деревьях по плодам, а о людях по их делам. Ну, и как русская пословица, конец делу Венец. И вот смотрим. Большевики склеивают страну. 1927 год. Объем промышленного производства Советской России равен объему промышленного производства России до военной, при том, что в довоенной России была еще Польша, очень серьезный промышленный район, а в Советской России такого промышленного региона не было. Ну, не было Финляндии. Ну, Финляндия, по сравнению с Польшей, это была мелочь. 1941 год в 10 раз превысили объем промышленного производства в Советской России в сравнении с тем, что была до революции. А вот, допустим, у тех же британцев они на объем довоенного производства вышли только к 1936 году. И особо сильно от него не оторвались к 1941, к 1939, к 1941 году. У американцев ситуация была чуть получше, но не намного. У французов хуже. У немцев, ну, у немцев, как бы там толчок по Гитлеру, в Гитлеру влили очень много. Поэтому, говоря о том, не знаю, но вот правда не уверен, что бы из Большого получилось. Да и в космос кто бы полетел? Юра Гагарин точно бы не полетел. Я думаю, что полетел бы, наверное, просто немножко раньше. Ну, ты говоришь, большевики склеили. Да, но ведь и большевики были частью, огромной частью в том числе февральского переворота. Мы можем вспомнить с тобой блокаду продуктов, да, в Петроград. Юрий Ломоносов, интереснейший персонаж. Он же был членом, если не ошибаюсь, РСДРП с 1905-1906. И он потом, собственно, и участвовал в этой блокаде продуктов для Петрограда, чтобы создать там ощущение голода, и поднимались люди на бунты. Потом, кстати, ты знаешь, куда он уехал женой в 1938 году? В Лондон. Интересное совпадение, как говорит классик, не думаю. Большевики склеили, безусловно, но зачем ради того, чтобы склеить то, о чем ты говоришь, надо было уничтожать столько людей? Зачем было уничтожать, как класс, аристократию? А это люди, которые действительно учились, росли и создавали величайшие вещи. Самый большой, например, там воздушный флот в России был как раз во время Первой мировой войны, в мире самый большой, ну и так далее. Уничтожили казачество. Зачем было уничтожать казачество, миллион? Зачем надо было крестьянство столько уничтожать под предлогом кулаков? Кто такие кулаки? Это были просто работящие люди, которые умели работать. Зачем было их уничтожать? Такую цель надо было заплатить? Ну, там, во многом. Тех же рабочих, о которых, ты говоришь, высокооплачиваемых, их было действительно немало, на самом деле. Их было много, и они работали. Но только кого-то перебили, а кто-то просто был вынужден сбежать. То есть какой ценой все это делалось? Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что она стоит, эта цена того, чтобы убили столько людей? Или не стоит, чтобы бросали в лагеря? Или можно сказать, что да, ты знаешь, там многих, конечно, бросали, но среди них были многие предатели. Да ну, перестань там. Там, нет, я не говорю, что ты, я просто говорю, я сам с собой дискутирую, это я тебя ни в коем случае здесь не обвиняю. Там, когда говорим мы про Керенского, ну, Керенский, это же был переворотчик, его нельзя ставить примером Российской империи. Наоборот, он был одним из участников уничтожения этой самой империи. Вот, да, я же не буду вспоминать, сейчас Том Шалин собирался к Камчатку, американцы мандовы. Выбор большевиков на самом деле был. Если бы они смогли остановиться, не разрушать ту страну, которую разрушили, да, это можно понять даже по тем моментам, когда развалился Советский Союз, и как многие люди по этому поводу тоже переживали. Ну, надо было просто строить с Богом эти вещи, понимаешь? С Богом, не сбрасывать с Бога со счетов, а именно с этим начинать строить. Попытаться там, я сейчас не говорю даже о раскаяниях, хотя это ключевая история, но попытаться, там же написано, в заповедях все есть. Не убей, не укради, почитай мать и отца своего, а что сделали с матерью и отцом? Помнишь эту историю про юношу, который был большевиком, когда его там среди пленных был его отец, он проходил мимо своего отца и говорил, папа, выше руки, выше. Вот чтобы никогда больше подобные вещи не повторились в России, надо делать все возможное, чтобы не возвращались подобные идеологемы. Всего этого можно добиться по совершенно другому принципу. Любовь и служение. Это самые два главных принципа России. Любовь и служение. Любовь власти к народу, народа к власти. Служение власти народу, народа власти, а все вместе Всевышнему. Ну, вернусь немножко. Тут еще хочу, вот планы были. Наверное, ты слышал об этом, но напомню. Ради ослабления Российской империи, это в докладе, который я ребятам читал там на передовой, в Восточной войне 1854-1855 годов в Германии был разработан план, проект Теобальда фон Бэтмен-Гольвега. Я, в принципе, записал из-за этого Теобальда фон Бэтмен-Гольвега. Согласно ему, Россия должна была потерять всю Польшу и нынешние страны Прибалтики. Оставшиеся территории должны были быть поделены между враждующими друг с другом Малороссией и Великороссией. Теперь давайте посмотрим, что сегодня происходит. Нет ни того, ни другого. Малороссия и Великороссия 150 лет назад, ну, чуть больше. Германская империя? Да, 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 да. Германия. Германская империя. Дальше еще другой план Нартмана-Бисмарка, по которому, помнишь, там они еще массу других же прирезали к Украине территорий так называемых. Там Киев и Одесса должны были в составе Украинского королевства, которое они рассматривали. Кстати, Грушевский тогда тоже вот под это дело подмахивал, когда создавал карту. В общем, здесь мы можем много об этом говорить, но эти планы Запада были, и они, к сожалению, вот спустя столько лет реализованы. И, к сожалению, Лепту в это внес вот именно этот советский период. Это надо просто для себя понимать. А если вернуться по поводу Русинова, о которых ты вспоминал, Русины действительно были в концлагерях Аллергов и Терезин 1914 год. Но кого туда бросали? Исключительно русских людей. Причем очень важно вот показательно для нас, когда мы рассуждаем на тему малороссийства и русскости, украинства, вернее, потому что ты начал нашу беседу с того, что не понимаешь, что это такое. Я тебе сейчас объясню на примере Талергофа и Терезина. Туда бросали русских людей, им говорили, вы можете выйти из концлагеря. Вам надо сделать всего две вещи. Теперь вы должны просто называть себя нерусскими украинцами, нерусинами украинцами, и отречься от православной веры, и перейти в униатство. Ну, казалось бы, какая безделица, правда? Но, например, за 1914 год, там было 5700, например, пленных в концлагере Терезин, вышло только 312, которые согласились называть себя украинцами и отречься от православной веры. Ну, вот кто такие там русские малороссы, я бы так сказал, те, которые верны русскому роду, не отрекаются от православной веры. Я просто уточнил про Германскую империю. Дело в том, что Германская империя появилась в 1872 году, ну, а королевство Пруссия было, в принципе, лояльно по отношению к России, и более того, в 1854 году на престоле еще находился русский царь, у которого жена была любимой сестрой прусского короля, честно говоря, сомневаюсь в том, что было сказано. Относительно королевства, ну, да, был такой проект, это был австрийский проект, и был он чуть-чуть позже. По Теренскому огромное спасибо признание, что это негодяй, который работал не на тех, кого надо, ну, и потом, в принципе, мы помним, в какой стране он доживал свою жизнь, а Теренского как раз сверли большевики, ну, как убрали большевики. Я считаю, что большевики пришли к власти абсолютно законно, и это была самая легитимная власть из всех, которые были в России на протяжении очень длинного, длительного периода, потому что, напомню, что Совнарком был избран вторым всероссийским съездом Советов. Это депутаты, которые представляли абсолютно весь народ, и представительство там было помощнее, чем на Земском соборе, которым избирали Михаила Федоровича царем. Это первый из Романовых был такой царь. Относительно кулаков, я просто напомню, что кулаки это не крепкие хозяева. Кулаки на селе это в первую очередь сельские ростовщики, которые давали деньги, а чаще не деньги, давали лошадку под проценты, давали зерно под проценты. И таким образом наживались на беде своих же соплеменников. Кстати, к вопросу о любви, а где у них была любовь вот в этот момент? А где была любовь у заводчиков в тот момент, когда дети православные, русские, а не русские, ладно, там татарские, армянские, грузинские дети умирали, кто от голода, кто от болезни. Где же это была, эта любовь? Вот уничтожить как класс аристократию. Да тут же вопрос не о том, чтобы физически уничтожить аристократов. Большевики никогда так не подходили, когда говорили уничтожить Клаков как класс, уничтожить аристократию, дворянство как класс. Речь шла об уничтожении отношений, социально-экономических отношений, которые этот класс и создает. Как раз класс отношения эксплуатации эксплуатированы. Когда уничтожены отношения, класс исчезает сам по себе. При этом представители этого класса, они никуда не деваются, они остаются, живут и реализовывают себя в рамках этой страны. И мы можем назвать довольно много фамилий русских аристократов, которые служили народу как раз в Советском Союзе. Ну, хорошо, Курюш-то решил так поиграться цифрами или фактами. Давайте я проведу цитату Ленина по поводу... Он же большевиком же, правильно? Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем больше число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Замечательно. В связи с чем было сказано? В каком контексте? Ну, нет, это очень важно. Чуть нечинать чудить. Это очень важно. Я не начинаю чудить, просто вы как бы говорите цитатуи, Юрий, а я это самое пытаюсь выяснить в связи с чем это было сказано. Потому что, допустим, часто приходится слышать вот сейчас даже в нашей, что надо убивать украинцев. Ну, это же понятно, каких конкретно украинцев, какой конкретной ситуации. Мы говорим не об украинцах. Что война, мы воюем с Украиной, не с Украиной. Мы воюем просто на территории Украины. То есть на территории Украины идет война. Ну, война, по сути, война идет, как бы ее назвал, идут военные действия на этой территории. И в рамках этих военных действий гибнут украинцы в том числе. Но война идет, военные действия идут не против Украины. То, что она на территории Украины, ну и что? Воевали советские войска на территории Словакии, Чехии или Белоруссии, или даже на территории России, что? в 42-м, там, 43-м, 44-м годах, 45-м. И что, воевали, значит, против Чехова или против русских, когда там в 43-м году под Курском сражались? Нет, конечно, это просто поле боя, да и всё. Вот относительно духовенства. Вспоминается фильм, замечательный сериал, мне очень нравится, «Рождённая революция», советский фильм, и там один из героев это священник. Хорошо, кстати говоря, сыгран. Вот, так к нему советская власть не имела претензий, как к священнику. К нему имела советская власть претензий, как организатору бандитской группировки. И надо сказать, что многие священники участвовали в таких вот бандитских группировках. Более того, знаете, если почитать, вот в 18-м году, с чем накануне декрета о свободе совести обращался Синод РПЦ к Совнаркому, так, по сути, с ультиматом выдвигал Синод и требовал починить, чуть ли не починить, деятельность государства воли Синода РПЦ. Это присутство. Интересно, каким бы образом вот как бы отреагировал сейчас руководитель русского государства, если бы вдруг Синод РПЦ аналогичные претензии выдвинул. Но я думаю, что сейчас в РПЦ люди, которые дружат с головой и осознают, в каком государстве они живут. А тогда, в тот момент, видимо, они потеряли немножечко берега и вышли за рамки дозволенного в любом государстве. Потому что какой-то субъект, появляющийся в государстве, вдруг начинает претендовать на то, что, извините, такие-то должности вплоть до председателя СССР, должны занимать такие-то люди. Это кто ты такой, чтобы диктовать это государству? Ну, государство ответило декретом о свободе совести. Причем главная угроза в этом декрете была не в том, что каждый может верить во все, что угодно, а в том, что каждая, каждая религия, каждая религиозная община сама получает деньги на свое существование. И если вам необходимы деньги, ну, хорошо, проповедуйте так, что вам хотелось пожертвовать. А государственных денег вы больше не получите. Знаешь, русская православная церковь была еще даже до Московского царства, потом прожила и Российскую империю, пережила и Советский Союз. Это, в принципе, русская православная церковь, это основа русской цивилизации. Когда-то очень правильно было сказано, что кто такие русские, да, это святость Бога, святость власти, святость государства, святость отчизны. Можем Карамзина вспоминать, кого угодно. В общем, это как за веру царя Отечества. Что такое русский? С Богом в душе, царем в голове и во имя Отечества. Не надо так судить о священниках, которые создавали что-то якобы. Для священников, для священства, которые остались верными Богу и России, пришедшие к власти дорвавшиеся большевики на крови русского народа не были. Той самой власти, о которой ты говоришь. И, как ты говоришь, любишь говорить контекст. Ну, вот контекст был для них именно такой. Тысячи новомучеников нашей православной церкви тому подтверждение. Я уже не говорю о сотнях тысяч замученных священников и их семей. И это, к сожалению, кровь. Не столько, понимаешь, вот советский период, это же не с другой планеты прилетели эти люди. Да, там, понятно, были там зарубежные всякие темы, иностранные разведки. В том числе и среди наших, нашего народа родились те, кто готов был поднять руку и на священника, и на государство, и уничтожать его. То самое государство, которым он родился. Поэтому, мне кажется, не стоит этого делать. А по поводу Украины ты говоришь. Ты знаешь, мы там воюем-то не на Украине. Мы сегодня там воюем на русской земле времен Украины. Там были разные времена, начиная с Киевского, там, Киевская Русь, как там говорят, некоторые и так далее. И эти времена пройдут, как и те прошли, и все равно русская земля вернется к своим заводским настройкам в составе одного русского государства. Ну, вот, под этими словами я подпишусь. Я считаю, что Россия, в ее истории, на самом деле, было много периодов, когда многим казалось, что все, Россия закончилась. Смутное время. Поляки. Москва, польский город. Польский королевич избран боярами. Это к вопросу о том, кто как бы это самое, вот, где там элитки. А элитки там, где денежки, и там, где тепло. И они избрали польского королевича царем. Не успели его, правда, короновать, этого царя, но избрали бояре. Да, потом они избирали уже Романова. Это к вопросу о том, какие они принципиальные товарищи. Вот, Наполеон. Ну, такой удар. Перед Наполеоном упала вся Европа. Россия выстояла. Та же самая гражданская война. Ну, тут не гражданская война, тут скорее интервенция 14 государств, в которой использовали в том числе и предатели русского народа, таких как Чак, Врангель, Деникин. И эти люди тоже шли к тому, что страну разделить. Посмотрели, просчитывали, недавно смотрел аналитику, если бы Врангель победил, и нужно было выплачивать по всем его обязательствам перед французами, англичанами до 1980 года, 1980 года платили бы. Великое Отечественное. Вот теперь удар 1991 года. Россия возрождается. Я надеюсь, что возродится. Одну секундочку. Хотя у двух сторон есть еще немного времени, но была просьба до 9 эфир завершать. В принципе, уже чуть больше 9. Мы начали, у нас час был, давай чем все. Да, давайте тогда подводить итог. С вас начнем, потому что начинали с вас. Поэтому итог подводите вы. Вот у вас есть на самом деле время еще. Ну, давайте на минуту, наверное. часы пошли, у вас есть время. А я экономил. Надеюсь. Ну, хотите, давайте тогда больше. Говорите больше, говорите больше. Да. Говорите тогда больше. Я просто, если это не встречает возражений. Хорошо. Подводя итог, в общем-то, как таковых дебатов не получилось, на мой взгляд, потому что мы, в общем-то, мимо точек противоречия проходили мимо. Конечно, мы могли бы сейчас разжечь огонь дискуссии. у нас, я думаю, что зрители заметили, что есть определенные точки, на которых это можно было бы сделать. Но, наверное, сейчас это не совсем то. Это следующий раз, мы не знаем. это совсем не то время, может быть, не то время, и не столько времени, это нужно немножко больше времени. В целом, в нашей истории период существования Советского Союза, особенно по 1953 год, с 1953 года начался процесс демонтажа Советского Союза, завершил, кстати, длительный процесс демонтажа, почти 40 лет, он свидетельствует о том, насколько крепкое здание строили большевики, ведь к 1953 году недолго они занимались государственным строительством, плюс на это наложилась Великая Отечественная война, в которой победили, да, огромными жертвами, но смогли победить врага, которого не победил никто, только мы, только наши предки, причем ведомые, идущие в бой под красными знаменами, идущие в бой за ту родину, которую они сами, собственно, создавали своими собственными руками, за Советскую Родину. А потом демонтаж начался, и 38 лет демонтировали. Говорит о том, что это крепкое государство, и если уж говорить о построении нового государства, а восстановление утраченного в 91-м году, это в любом случае построение нового государства, то я уверен, что многое, очень многое из вот этого короткого исторического периода с 17-го, ну а если говорить о государственном строительстве с 22-го, с 23-го, даже с 27-го года и по 53-е, оно должно быть взято, и в экономической сфере. Ну, потому что настолько потрясающих успехов в развитии экономики, промышленности не знает не то, что история России, не знает писанная, не писанная история человечества. Англия, США так быстро не развивали свою промышленность, как развивал Советский Союз. Никто не развивал так быстро свою науку. Никто так быстро и так качественно не развивал свою литературу, культуру, искусство. До сих пор мне очень нравятся фильмы 30-х годов. Это потрясающее произведение и с точки зрения художественной, и с точки зрения воспитательной. Педагогик. Но, в конце концов, именно Советский педагог Макаренко, он вошел вот в число лучших педагогов и его система воспитания. Причем речь идет не только о системе воспитания детей, но, по сути, эта система может быть экстраполирована на воспитание взрослых. Так что, мне кажется, что, говоря о Советском Союзе и о вкладе Ленина и Сталина, как основателей Советского Союза, но, в первую очередь, Ленина, Сталин никогда не считал себя самостоятельной фигурой, считал себя продолжателем дела Ленина, его учеником, то их наследие должно быть изучено, и многое из этого наследия должно быть взято в новое государство, которое сейчас восстанавливается. Я надеюсь, что будет восстановлена и русская реконтриста после поражения в войне 1991 года закончится восстановлением новой России, в которой будет хорошо каждому и православному, и буряту. Лиге буряту. Ну, буряту, это же не православный, они... Да, буддисту. И русскому, и буряту, да, и православному, и буддисту, и мусульманину, и самаисту. Сейчас буряту... Александр, все, как говорили, уже 31 минуту. Да. 31 минуту. Вы говорили, что я у вас Я надеюсь, что в этой России будет хорошо любому. И каждый человек будет иметь возможность стать любым, занять любую роль в этом государстве, независимо от своего национального или социального происхождения. Мы даже больше поговорили, чем... Слава Богу. Конечно, это как по Платону. Смысел идеального государства, чтобы каждый человек мог реализовать свои таланты. Кто же будет с этим спорить? Так оно и есть. Но все-таки с точки зрения, повторюсь, русского человека, православного человека, и Ленин, и Сталин, они преданы анафеме, и, значит, не могут быть примерами для нашего народа в будущем, а скорее уроками в прошлом, как нельзя делать. Потому что тот экономический рост, о котором мы говорим, ой, темпы роста российской экономики были тоже огромными. Самая быстро растущая экономика мира в 1917 году. И потом именно при участии тех же февралистов у большевиков она обвалилась и потом вылазили не то, что с ноля, а с минус. Ну ладно. Знаешь, в 1035 году митрополит Киевский Иларион в своем слове о законе и благодати очень классно описал, считают одним из первых русских философов, очень четко описал миссию русского народа. Сказал, что миссия русского народа донести наше православие до второго пришествия Христа. Кстати, он тогда же в этом произведении определил, на мой взгляд, функцию, почему русский человек по определению не может быть нацистом. Потому что он тогда сказал, что для русского человека все перед Богом равны. А раз все перед Богом равны, то какая может быть сегрегация. Когда-то в беседе с помощником Киссингера мой тест Леонид Петрович Ишетников разговаривал, как раз это был 2016 год, они пытались выработать какие-то параллельные отношения с ними, потому что уже тогда ты же помнишь, были проблемы с прямым диалогом между США и Россией. И вот помощник Киссингера в пылу спора начал кричать, как вы русские не понимаете, у нас у американцев есть божественная миссия, говорил он. Мы рождены, мы американцы рождены, чтобы править миром. Илья Петрович ему говорит, а вы не думали, что у нас русских есть тоже своя миссия? Он сильно удивился, говорит, какая? Не дать вам этого сделать. Вот, собственно говоря, я, если говорить о миссиях, я очень надеюсь, что Россия восстановится и русские заживут по-русски. Повторюсь, с Богом в душе, царем в голове и во имя нашего великого святого Отечества. Действительно, дискуссия сегодня, она такая, мы старались, Саше, обходить острые углы. Почему? Потому что, во-первых, у нас давнишние отношения, и они по-разному складывались, но вцепляться друг другу в глотку нам просто не за что, потому что мы хотим, чтобы был результат. А уж как там получится, кому история прислушается, одному Богу известно. Я очень надеюсь, просто что благодаря тому, что мы делаем, хотя бы на одну минуту, на одну секунду мы приблизим наш День Победы. 29 минут у вас. Значит, хочу сразу сказать, что Юрий Котт, автор книги «Украинцы, мы русские». Александр Семченко, доктор политических наук. Хочу сказать, что в Телеграме выйдет сообщение, где можно будет провести голосование. То есть, голосуйте, кто был более убедительным. Появится, как мне говорили, примерно минут через 20. А ликтору поставлю, кстати, тоже все. До свидания, до новых встреч. В ходе обыска обнаружили списки ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Коптаря «Политика преисподней»